Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы смотрите первый видео авторынок. Если вы до сих пор на нас еще не подписались, рекомендуем это сделать на канале. Масса полезного и интересного материала обо всем, что касается выбора и приобретения поддержанных авто, в том числе и обзора в различных форматах. Ну а если вас заинтересует наличие либо вакансии в компании, все это дело вы можете посмотреть, пройдя по ссылочкам, а не в описании. Герой нашего сегодняшнего обзора это корейский седан относительно бюджетного сегмента, про который вы, скорее всего, вспомните, когда отчаетесь найти хороший Рио или Солярис. По сути своей, этот автомобиль ушел от них не так далеко, хотя и позиционируется автопроизводителем как машина классом выше. Подобные автомобили в России, в отличие от упомянутых моделей, не использовались в каршеринге или в такси, по крайней мере, не на широкую ногу. Соответственно, и шанс отыскать экземпляр состоянием получше здесь повыше. В следующие несколько минут обзора посмотрим на автомобиль снаружи и внутри, выясним, что интересного он может предложить, немного поговорим про технику и, конечно, осмотрим машину снизу на подъемнике. Встречайте, Hyundai Avant, он же Elantra, кузов MD. Hyundai Avant это наименование для корейского рынка. На все прочие машина именовалась Elantra. Дебют модели состоялся в 2010 году, а выпуск продолжался всего 5 лет. При этом машину слегка освежили в ходе рестайлинга 2013 года. На родной корейский рынок эта машина предлагалась с двумя вариантами силовых установок. Либо бензиновый агрегат объемом 1,6 на 140 лошадиных сил, либо его версия, предназначенная для работы на природном газе. У чисто российских моделей с шильдиком Elantra на крышке багажника под капотом мог быть как 1,6, но меньшей мощности, так и более серьезной в плане энерговооруженности 1,8 на 150 лошадиных сил. Коробки передач, шестиступенчатые механические, либо автоматический привод у машины сугубо передний. Сегодня у нас на обзоре как раз таки чисто корейская версия 1,6 на 140 лошадиных сил. Автомат 2011 год выпуска. В модельном ряду Hyundai эта машина позиционировалась на ступеньку выше Solaris или Accent у себя на родине. Длина кузова этого седана 4 метра 53 сантиметра, ширина 1,77 метра, а высота 1,43 метра. Колесная база 2,70 метра. Радиус разворота здесь довольно-таки немаленький – 5,8 метра. А снаряженная масса автомобиля относительно невелика – 1190 килограмм. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, то здесь цифры стандартные для современных корейских автомобилей. Причем разброс показаний довольно-таки большой. Для родной краски он лежит в диапазоне от 80-85 до 120-130 микрон. При этом лакокрасочное покрытие у Avant Elantra не отличается какой-то повышенной стойкостью к сколообразованию. Благодаря кленовидному передку, капот и передние крылья в зоне риска. То же самое касается и передней кромки крыши. Но сколы, как правило, не получают здесь дальнейшего развития. Да и вообще по части коррозии у этих автомобилей, как ни странно, дела обстоят очень даже неплохо. Естественно, это не отменяет необходимость тщательного осмотра, в том числе и на подъемнике перед покупкой. Обзор автомобиля внутри по традиции начнем с багажника, чей каталожный объем 485 литров. И первого взгляда сюда достаточно, чтобы понять, что все-таки он довольно объемный. Хотя проем багажника узенький. Ширина проема по его средней части это 105 сантиметров. Высота до задней полки 54 сантиметра. Ширина по наиболее узкой части 102 сантиметра. А длина по полу 104. Для перевозки длинномеров вы можете сложить спинки заднего сидения. Тогда здесь поместится нечто длиной до метр восемьдесят. А максимальная длина груза, которую можно увести, уперев переднюю панель, протолкнув между передних кресел, это 2 метра 72 сантиметра. Что касается дополнительных фишек в багажнике, можно отметить только ручки для отпускания стопора спинки заднего сидения. Плафон освещения на полке и внизу располагается докатка, плюс набор штатного инструмента. В общем и в целом для хозяйственных нужд, грузовых возможностей этого автомобиля, с учетом того, что это все-таки седан, будет достаточно. Теперь, что касается интерьера этого автомобиля. Передняя панель в данном случае выполнена с использованием мягкого пластика. То же самое касается и верхней части дверных карт. Салон в данном случае выполнен из кожзаменителя. Что касается профиля кресел, то они здесь плоские. А хотелось бы больше боковой поддержки, поскольку сидение еще и довольно-таки скользкое. А вот в том, что касается регулировок, все плюс-минус в порядке. При росте метра 86 мне удалось подобрать удобную посадку за рулем этого автомобиля. Если отодвинуть кресло до упора назад, то в принципе даже при моем росте я могу свободно болтать ногами. Левой ногой при этом даже не дотягиваясь до моторного щита. Так что водителям высокого роста с посадкой за рулем здесь проблемы не грозят. Что касается регулировки рулевой колонки, она присутствует, но только по наклону. Причем в весьма узком диапазоне. Сам руль здесь большого диаметра, непривычно большого для современных автомобилей. По крайней мере, такое впечатление создается. Комбинация прибора состоит из двух дисплеев и двух аналоговых приборов. Спидометр и тахометр. Указатель уровня топлива в данном случае цифровой, как и указатель температуры двигателя. Внизу блок контрольных ламп. Подрулевые переключатели стандартные, такие же, как на всех прочих автомобилях этого концерна. Переключаются они при этом достаточно внятно и без пластиковых щелчков. Что касается разного рода клавиш. На дверной карте у нас располагается, правда, под непривычным углом блок управления стеклоподъемниками. Водительское стекло с авторежимом складывания и регулировки боковых зеркал. Центральный замок. Слева от руля регулировка яркости приборной панели, выключение стабилизации и кнопка ActiveEco, которая, по идее, оптимизирует расход топлива. В данном случае на рулевом колесе у нас располагаются клавиши регулировки громкости и смены режимов воспроизведения. Также на руле клавиша сброса суточного одометра. Весьма нетрадиционное местоположение для нее. Клавиши, относящиеся к управлению телефоном, которые можно подключить по Bluetooth протоколу к штатной мультимедиа. В данном случае она имеет дисплей, на который выводится и картинка с камеры заднего вида. У этого автомобиля полностью автоматический климат-контроль на две зоны. Блок управления им очень компактный. Обороты вентилятора в данном случае регулируются при помощи поворотной шайбы, что крайне удобно. Клавиши смены режимов обдува и включения-выключения режима раздельной регулировки температуры очень крупные и тактильно различимы. А вот сама температура регулируется маленькими и узенькими в верхней части клавишами-качалками. Сюда же вынесли и кнопки включения подогрева сидений, которые с непривычки можно сразу и не обнаружить. В данном случае они сливаются с остальными. Внизу под пластиковой крышкой у нас располагается прикуриватель, AUX-выход и USB-разъем. Селектор коробки передач имеет прорезь типа змейка и ручной режим работы. Никакой дополнительной кнопки блокировки здесь нет. Селектор разблокируется по нажатию на педаль тормоза. Ручник самый обычный механический, правда вот расположение его весьма неудобное. Он слишком близко к краю сидения. Что касается бардачков, подстаканников и прочих мест для хранения, то мы видим довольно глубокую полку перед селектором коробки. Два подстаканника в центральном тоннеле. Центральный бокс весьма глубокий и вместительный. Кстати, подлокотник имеет регулировку по длине. А вот основной бардачок не поражает воображение своим объемом. Бумаги формата А4 придется сложить вдвое, чтобы сюда поместить. На потолке присутствует футляр для очков. А внизу дверных карт узенькие, но длинные кармашки, которые имеют в том числе и секцию, отформованную под бутылку с напитком. Что касается обзорности. В этом автомобиле здесь довольно узкое лобовое стекло с большим углом наклона. Капот невидимка. Панель длинная и заканчивается где-то далеко впереди. Линия бокового остекления при этом стандартная. А боковые зеркала, несмотря на относительно небольшой размер, весьма информативные. Удачная форма. С обзорностью назад при отсутствии камеры заднего вида или парктроников будут вопросы, поскольку багажник в данном случае вы никак не увидите. И к габаритам автомобиля при движении задним ходом придется попривыкнуть. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на заднем диване. Что касается заднего сидения. В данном случае его профиль практически повторяет таковой у передних кресел. Видно, что в данном случае оно отформовано под двух седоков. Центральная часть подушки повыше. Но тоннеля на полу практически нет, поэтому три человека здесь разместятся. Пространство для ступней под передними креслами очень ограничено по высоте, но тем не менее есть куда девать ноги. При росте метра 86, садясь сам за собой, я не достаю коленями до спинки сидения. Запас сантиметра три. Правда, само сидение здесь пластиковое. И если водитель был бы более рослый, и я бы уперся коленями в него, то это не доставило бы каких-то приятных ощущений. Внизу дверных карт для задних пассажиров предусмотрены небольшие кармашки, плюс возможность поставить бутылку с водой. Регулировки наклона спинки здесь нет. Само сидение достаточно вертикальное. Запас пространства над головой минимальный. Сказывается покатая крыша. Но есть довольно удобный подлокотник с двумя подстаканниками. Что касается двигателей на корейских моделях Avante, стоял двигатель с непосредственным впрыском топлива. Его маркировка G4FD. Этот двигатель для малого объема, при том, что не имеет наддува, выдает весьма неплохую мощность 140 лошадиных сил и 167 ньютон метров крутящего момента. По конфигурации это алюминиевая рядная четверка с двумя верхними распредвалами. Гидрокомпенсаторов, зазоров, клапанов здесь нет. Зато есть впускной коллектор с переменной геометрией и фазовращатели на обоих распредвалах. С этим двигателем Avante на автомате разгоняется до 100 км в час за 10,7 секунды, а максимальная скорость составляет 195 км в час. Что неплохо с учетом среднего расхода топлива этого автомобиля, около 8 литров в городском цикле. В приводе ГРМ у этого двигателя используется роликовая цепь. Ее ресурс около 180 тысяч километров пробега. Что касается основных проблем данной силовой установки, то прежде всего нужно проверить этот мотор на отсутствие задиров. Конфигурация двигателя позволяет сделать это без каких-либо особых проблем. Был бы видеоэндоскоп. Правда, к появлению задиров в данном случае чаще всего приводит разрушившийся каталитический нейтрализатор. Еще одна типичная проблема для данных моторов, благодаря непосредственному впрыску топлива, это образование нагара на впускных клапанах. Случаются к большим пробегам здесь залегают маслосъемные кольца, и тогда мотор начинает потреблять масло. На предмет дымности такую машину также лучше проверить, а в идеале, конечно, прогнать через замер компрессии, чтобы быть до конца уверенным в покупке. Паспортный бензин для такого двигателя 95-й. Что касается надежности системы непосредственного впрыска топлива, к ней вопросов нет ни к насосу, ни к форсункам. Из некритичных болячек данного двигателя можно отметить не очень большой ресурс индивидуальных катушек зажигания и склонность этого агрегата подтекать маслом, например, по прокладке клапанной крышки или сальнику коленчатого вала. Что касается шестиступенчатой классической автоматической коробки, которая в данном случае агрегатируется с этим мотором, вопросов к ее надежности нет у спокойных водителей. При условии замены рабочей жидкости раз в 60 тысяч километров это КПП проедет более 300 тысяч, но только при условии адекватной эксплуатации. Если использовать машину не по назначению, например, для участия в светофорных гонках, то есть постоянно нагружать трансмиссию резкими стартами с места, а также длительными пробуксовками, то есть риск приехать на замену всего дифференциала в сборе. Что касается коробок передач, то к механической КПП на этой машине по большому счету нет вообще никаких вопросов. Интервал замены жидкости раз в 80 тысяч километров пробега. Жидкость в автомате менять нужно чаще, около 60 тысяч. Коробка здесь классической конструкции, 6 ступеней и весьма неплохой ресурс. Если не нагружать ее светофорными гонками и длительными пробуксовками, отработает свои 250 тысяч плюс. Как обстоят дела с дорожным просветом? Самая низкая точка у Hyundai Avant находится под защитой моторного отсека и расстояние от нее до асфальта 14 сантиметров. Не так много. Передний бампер находится на отметке 17 сантиметров от земли, а за передним колесом до отбортовки порога всего 15 сантиметров. В задней части 17. Задний бампер находится на расстоянии 21 сантиметр от поверхности земли, и при этом выхлопная труба находится практически в габарите. Что касается общего впечатления, Hyundai Avant, он же Elantra, довольно низкий автомобиль, что с учетом длинной колесной базы в 2,70 потребует от вас некоторой аккуратности при попытке проехать на дачу, например. Что касается подвески этого автомобиля, то здесь все плюс-минус привычно. Обычный простой Макферсон в передней части. Шаровые опоры выполнены с рычагом как единое целое. По заводу меняются в сборе. Стабилизатор поперечной устойчивости в данном случае располагается на подрамнике, и доступ к нему весьма сложный. Для замены втулок подрамник придется частично демонтировать. Рулевая рейка в данном случае уже электрическая, и это хорошо. Никаких вопросов по насосу ГУР или по протечкам здесь не будет. Что касается антикоррозийной обработки, этот автомобиль для внутреннего корейского рынка, и обработка антикуром присутствует только в районе порогов, на днище. Большая же часть металла посредине ничем не закрыта, разве что шовным герметиком в некоторых местах. 48 литров объем топливного бака. Бак стальной, поэтому при осмотре автомобиля, который имеет очень большой пробег или эксплуатировался в регионе, где в ходу реагента на всякий пожарный убедитесь, что топливная система не имеет коррозии на своих элементах. Задняя подвеска в данном случае еще не многорычажная. Это обычная балка, пружинный амортизатор, установленный отдельно друг от друга. Задние тормоза у автомобиля в данном случае дисковые. Что касается антикоры в задней части, то мы видим, что он нанесен только на нишу запасного колеса. На самом днище автомобиля сугубо герметик на соединительных швах. Таким мы увидели сегодня седан Hyundai Avant 2011 года выпуска. Корейский вариант 1.6, прямой впрыск, автомат. Если у вас был или есть подобный автомобиль, на котором вы накатали не одну сотню тысяч километров, а вам есть в чем нас дополнить и в чем поправить, пропишите все это в комментариях, чтобы люди, которые думают о покупке подобного автомобиля, Если обзор вам понравился, оказался полезен, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и писать в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть здесь в будущем. Ну а мы постараемся их для вас раздобыть и отснять. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр. Хорошего дня. Пока.